Донецкая Республика Вел 6 танковых выстрелов, 222 мины выпустил калибром 82 и 120 мм. Также обстрел в территории Республики при помощи БМП, стрелкового оружия и гранатомета. Приказы на обстрел в территории Республики отдавали те же преступники. Это командир 93-й бригады Клочков, 56-й бригады Мельник, 72-й бригады Соколов, 57-й бригады Красильников и командир 58-й бригады Заполотный. Наиболее интенсивного обстрела с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минским договоренностям, подверглись следующие населенные пункты Республики. Зайцево, Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, Веселое, Жабуньки, Саханка, Коминтерного, район Аэропорта и Петровский район города Донецка. В результате жесточайшего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб один и ранен один военнослужащий Вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать перемещение и скопление военной техники вдоль всей линии соприкосновения с противником. Установлено нахождение в районах населенных пунктов Зайцево, 1,5 километра от линии соприкосновения, 5 САУ калибром 152 мм, Майорск, 1,5 километра отмечено прибытие 5 автомобилей КАПАС с лично составом из националистических подразделений, Новгородская, 6 километров отмечено 3 РСЗО БМ-21 Град, Мирная, 11 километров, 3 танка, 6 БМП и 3 автомобиля Урал с боеприпасами. Все данные о нарушении минских доверенностей были переданы представителям ССКК и миссии УБСЕ. Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что военнослужащие украинских карательных подразделений ведут хаотичный огонь по населенным пунктам республики и днем и ночью, не имея никакого страха и сожаления. Они уже не обращают внимания на представителей международных организаций, которые направлены к нам для фиксации этих бесчеловечных действий. Так, вчера в поселке Зайцево в очередной раз под обстрел укронацистов попали представители миссии УБСЕ, ССКК и журналисты. Также наши источники сообщают, что из района коксохимического завода, населенного Пута Авдеевка, украинские каратели ввели артиллерийский обстрел в направлении жилых районов города Донецка. Примечательно, что в указанном районе находится наблюдательный пункт ССКК, который умолчали о данном факте украинской стороной. Вызывает огромное беспокойство, что присутствие миссии УБСЕ уже перестало иметь влияние на военно-политическое руководство Украины. В своем отчете 29 марта представители УБСЕ отразили факт того, что за пределами линии отвода тяжелого вооружения были зафиксированы 20 буксированных гаубиц 100Б калибром 152 мм, 30 самоходных гаубиц АКАЦЕ калибром 152 мм, 17 самоходных гаубиц Гвоздика калибром 122 мм, и 6 противотанковых орудий РАПИРа. Все усилия, затраченные руководством и представителям ССКК с российской стороны по достижению мира на нашей земле, игнорируются убийцей под лицом Таранома. Мы делаем вывод, что военно-политическое руководство Украины намерено разрешить конфликт силовым методом, а именно захватить территорию свободного Донбасса при помощи оружия. Призываем мировое сообщество отреагировать на беспредел, который чинит украинская власть, и остановить уничтожение населения народных республик. Передо мной лежат осколки от 152-мм снаряда, который прилетел на нашу землю. Вот таким образом президент Украины показывает, как он хочет решить мирным путем исход происходящего здесь. Вот там ближе можете это заснять. Она видна, что это не ржавая, что это свежая. Еще хочу сделать небольшое объявление. Передо мной табличка. Вы можете ее увидеть. Данную табличку нам передавил представитель Красного Креста, которые по программе собираются нам в ближайшее время передать тысячу штук. Я потом об этом сообщу, вы сможете это зафиксировать. Данные таблички, это международный стандарт, будут размещены в тех местах, где находятся минные поля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!